Снова добрый вечер всем. Наша недельная глава в Израиле. С нами люди из-за границы тоже. Я не знаю, теперь каждый раз должен был сказать, а нашла за границей Ба-Лот-Ха у нас уже было. Глава Шлах и известная в центре ее грех разведчиков и все, что вокруг него. Грех разведчиков почти в самом начале. Развитие событий после него происходит. В любом случае, я сегодня хочу поговорить о Мошер-Абейну и его наказании. Еще более точно, из-за чего он был наказан, что он не вошел в землю Израиля и связан из грехов разведчиков или нет и так далее. Дело в том, что по-настоящему в трех местах нам Тора рассказывает, что Мошера и Аарон вместе, они по идее, если мы видим грех разведчиков, читаем, то мы видим, что тот, кто не войдет в землю Израиля, это все то поколение, которое происходило в Египте, то есть вышло из Египта. Не взрослое поколение, кроме Йошоу-Бен-Нуна и Калев-Бен-Ифуне. То есть по идее Мошер-Арон тоже в этом деле. Мошер-Арон все-таки тоже поколение, но Тора подчеркивает в нескольких местах, в трех местах описывает, что Мошер-Арон были наказаны, что они заходят в землю Израиля из-за греха Меймерива, то есть той воды, которая же в конце, то есть на 40-м году в пустыне, когда они ударили по скале и так далее, так далее, все это знают. Это описывается в книге Бамид-Бар, в конце у нас книги Бамид-Бар два раза и в книге Дворим, когда Мошер-Арон об этом рассказывает. И, кстати, есть даже у нас по этому поводу Сифрия, это Вараша приводит, там же, то есть Бамид-Бар, 27-я глава, то есть в конце книги Бамид-Бар, почему идет такое повторение активное, что они именно были наказаны в Меймерива. И описание очень простое. В любом месте написано, где написано их смерть, написано, почему они наказаны. Почему? Потому что было поставлено, я просто читаю это сказано в Сифрии, в Раше, переводя автоматически, в любом месте, где было установлено газыра, то есть где Всевышний постановил, что поколение в пустыне умрет в пустыне. Из-за греха, что они не поверили, попросил Мошера-Бейну, чтобы написали его грех, в чем он согрешил, чтобы не сказали, что он из-за тех восставших. То есть он не часть из этой системы, которая плакала, то есть их разведчиков и те, которые не поверили в возможность пойти в землю Израиля. И это похоже, то есть приводится к аллегории к двум женщинам, которых наказывают в суде. Одна, то есть ее одну наказ, потом одна, скажем так, фривольно очень вела, вторая там съела некошерную вещь, то есть съела в седьмой год что-то не то, то есть не то, что запрещено, их обоих наказали. И почему, то есть и там описать, что она не наказана вот этим наказанием, как это. Потому что могут подумать, что ее наказывают за одно и то же, она тоже типа фривольно себя вела. Поэтому Мошера-Бейну хотел, то есть чтобы, повторяясь несколько раз, чтобы выделить, что я с ними не связан, меня не за это наказали. Как бы это выходит. То есть в принципе Тора хочет подчеркнуть Мошера-Бейну и грех разведчиков не связан. Наказание Мошера-Бейну не связано с грехом разведчика. Это мэм-мэй-мэй-риван. И все. Но дело в том, что у нас есть проблема. Если мы откроем в книге Дворим, когда Мошера-Бейну описывает нам грех разведчиков, что он говорит? Сейчас он откроет текст, вы сами увидите. Это самое начало книги Дворим. Он говорит следующее. «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Йошуна, сыну настоящей перед тобой, он придет туда, его утверди, ибо он передаст ее овладению Израилем». Эта фраза говорится о грехе разведчиков. То есть, да, что сказано, что и меня, то есть, типа, это наказание накрыло вместе с вами. Почему это о грехах разведчика? Да потому что дальше идет фраза. «И малютки же ваши, которые вы говорили, что добычей станут, они и сыны ваши, которые ныне не познали еще что добро и что зло, они войдут туда, им отдам ее, они унаследуют ее». То есть, завязка на поколение пустыни. То есть, вы согрешили, поэтому вы не входите, и я и для вас не вхожу. То есть, о чем речь? О грехах разведчиков. То есть, Мушер Абэн прямым текстом привязывает себя к греху разведчиков. Как это понимать? И действительно, комментаторы пытались справиться с этой проблемой. То есть, Мушер Абэн сам обозначает, что он наказан за грех разведчиков. Рамбан и Ральбак объясняют вот так. Здесь еще июю, комментатор, что они говорят, что... Дело в том, что здесь то, что упомянуто, он с ними... То есть, наказание Мушер привязали здесь, потому что нужно было упомянуть, что Йошоа Бенун был назначен вместо него. Это не... То есть, и так говорит Рамбан. Ральбак, прошу прощения. Ральбак говорит, это не то, что Мушер Абэн наказали за грех разведчиков, а то, что... Ну, он хотел им сказать, что их Йошоа Бенун поведет, а он, то есть, не сможет так повести. Для этого он упомянул, что ему тоже, то есть, за наказание. За другое, но наказание. И Рамбан говорит, это за другие грехи народа Израиля. Не связано с грехом разведчиков. В любом случае, так или иначе, у нас есть проблема. Проблема в чем? У нас проблема в том, что... Так или иначе, они пытаются, эти комментаторы, как-то объяснить проблему со стихами. В стихах, то есть, есть явное противоречие. В трех местах говорится, что это Мэймарева. И вот здесь сам Мушер Абэн говорит, что это за грех разведчиков. И они пытаются объяснить, почему Мушер Абэн у себя здесь завязал. Мальбин и Орахаим тоже занимаются вопросом. И говорят, что таки да, Мушер Абэн был наказан за грех разведчиков тоже, несмотря на то, что он не согрешил. То есть, Мушер Абэн не согрешил, но он наказан был, скажем так, за компанию. Почему? Они объясняют, если так скажем так, одним словом или одним предложением, что Мушер не был наказан за его личный грех какой-то, а из-за того, что он был ответственен за поколение. И так как он завязан на выходе из этого, то есть, его зацепило, то, что называется, рикошетом. То есть, почему? Потому что невозможно, что поколение погибнет, а их предводитель, который же был с ними и так далее, то есть, капитан из корабля, выйдет сухим из воды и пойдет дальше жить, и зайдет в землю Израиля. Он идет с ним вместе с кораблем. То есть, как бы, это то, что не имеется в виду. То есть, его задело не потому, что он согрешил, а потому, что он глава их. Это то, что он говорит. Есть только единственный комментатор, который говорит, что Мушер Мурабейну согрешил грех разведчиков. Это Абарбанель. Абарбанель говорит, и он очень много объясняет, что грех Мушер Мурабейну был в том, что он вообще послал этих разведчиков. Потому что Всевышний не посылал их и не просил это сделать. Это, скажем так, инициатива местная. То есть, так можно объяснить. Кстати, прошу прощения, это Раши. Это Раши, это не Абарбанель. Абарбанель немножко сложная. Раши говорит, то есть, можно понять из Раши, что это была инициатива местная, Мушер Мурабейну послал, и Всевышний этого не говорит. У Абарбанеля это немножко по-другому. Абарбанель говорит, что Всевышний послал и сказал Виатуру, это Арсис. Виатуру тут посмотрят на землю. А Мушер Мурабейну понадобавлял им задания, которые привели к проблеме. Он им сказал, скажите, какие там люди находятся, какие там города и так далее, сильные, мощные, слабые, земля богатая, бедная. Короче, подобавлял всех вещей, которые не надо было вообще добавлять. И естественно, они ему наотвечали на эти вещи, которые Мушер Мурабейну подобавлял, что привело в конце концов к тому, что привело. То есть, да, закончился плохо. И так объясняет Абарбанель. В этом был грех Мушер Мурабейну, связанный с грехами разведчиков. Но у Абарбанеля есть проблема. Почему Тора описывает так много раз, что Мушер Мурабейну был наказан за Мэймирева. И он пытается это разрешить. Поэтому попробуем дать немножко другой ответ, который покажет нам очень интересный момент. То есть мы, предположим, поставим это. Мушер Мурабейну не согрешил грех разведчиков, это не грех Мушер. Это будет, скажем так, наша аксиома. Но его грех в другом. Его грех в его реакции на то, что произошло в лагере, после того, как разведчики, скажем так, сказали всякие нехорошие вещи про землю Израиля и привели к тому, что народ Израиля им поверил и начал очень плакать и так далее. И... И самое страшное, что там произошло, это то, что народ Израиля потребовал вернуться в Египет. Это самое плохое, самое ужасное. Это то, что произошло в лагере. Как сказано в Йомру, Иш-эль-Ахив нитна рож выношу во Митсрайма. И сказал человек ближнему своему, сейчас я открою, то есть на русском языке, чтобы я... И сказал друг другу, назначим начальника и возвратимся в Египет. То есть больше нету жалоб, что их вывели из Египта, вы умираете в этой пустыне. Они больше не говорят, то есть теоретически, да, было бы хорошо вернуться в Египет, то есть помним мы то мясо, то рыбу, там и так далее, и так далее. Нет. Они принимают оперативное решение возвращаемся. Все, нечего тут делать, идем назад в Египет. Что это значит возвращаться в Египет? То есть нужно немножко придумать, что это. То есть нужно понять, отсюда с этим поймем, в чем глубина греха разведчиков. Ну испугались, окей, то есть, да, но нажаловались. Они принимают оперативное решение вернуться в Египет. Что это значит? Это значит отказаться от божественного откровения на Синае. Отказаться от первого изречения, сказанного на Синае. Я Господь Бог твой, вывешивая земли египетской. Мы возвращаемся назад. Это значит, что мы придем и будем просить прощения у фараона, его народа, за казнь и разрушение Египта. Это значит, что мы будем просить прощение за то, что погибли египтяне на море. Это значит, что мы откажемся от того, что мы защитили Ашеми Млок, Лулам Ваэль. Всевышний будет поместиться в веке веков. Не было такого греха с момента выхода до Египта до этого момента. То есть, и таким образом не было такой опасности уничтожения народа. Даже грех золотого тельца такого не привел. Как грех, то есть, как этот грех. То есть, в принципе, откажешься от всего, от Бога, от всего. Это то, что грех разведчиков. И тут самое интересное, реакция Муше. Обрите внимание на реакцию Муше во время греха золотого тельца. Происходит грех золотого тельца. Муше молится, но ему не хватает молиться. Здесь он тоже молится. Но молитвы недостаточно. Он понимает, что молитвы недостаточно. Поэтому, кстати, если бы он не сделал еще несколько действий по дороге, которые сделал Муше после греха золотого тельца, непонятно, простил бы Всевышний или нет. Смотрите, что делает Муше работо там, грех золотого тельца. Он молится. Первое, то есть, молитва. Получает обещание отодвижения, то есть, наказание, что Всевышний народ, уничтожен весь народ, отодвигается. Он спускается быстро с горы, разбивает скрижали, входит в лагерь, заходит в центр, называется, этой вакханалии с этим золотым тельцом, сжигает на глазах этой вакханалии, этого тельца и развеивает его пепел. И, смотрите, не боится. Они до этого убили человека, то есть, которых пытался остановить. Они убили фура. Он не боится. Он призывает миа шем и лай, то есть, кто со мной с Богом, идет и убивает всех, кто призывал и поклонялся тельцу. На месте. И народ, то есть, склоняется перед лидером. После того, как он сделал это, То есть, они видят, что лидер будет уничтожать и искоренять зло, то есть, со всей мощью. Ничего ему не остановится. После этого он идет молиться к Всевышнему, получает их прощение, возвращается в Йом-Кипур, то есть, возвращается через 40 дней, когда он был на Синае, со вторыми скрижалями завета. То есть, это лидер. Это все лидерство в грехе золотого тельца исчезает с грехом разведчиков. Почему? Мы с ума сойдем, то есть, почему это все объяснять, то есть, разбирать почему. Самое главное, мы видим, смотрите, на реакцию Мушев. Как Мушев реагирует на грех разведчиков и, более того, как он реагирует на идею народа Израиля вернуться в Египет назад, отказаться от всего, от Синаи, от Бога и так далее. причем не только он вдвоем вместе со своим братом. это не лидерство, это не лидерство, которое требуется это не лидерство, которое требуется в этот момент. Это видит Калев и Йошуа. Что они пытаются сделать? Они пытаются с ними силами, то есть, лидеры Мушев и Арон не действуют, поэтому тут, по-моему, они упали из Сы, Йошуа, сын Нуна, и Калев, сын Фуна, из образовавших, из обозревавших землю, разорвали одежду и увидели, что здесь происходит. То есть, да, и сказали все общины из Израиля, земля, которую мы проходили для обозрения, земля, это очень-очень хороша. Если благоволит нам Господь ведет. Они начинают, берут на себя, то есть, лидерство начинают доказывать народу, что, ребят, вы с ума сошли. То есть, да, будем делать по-другому и так далее, и так далее. То есть, да, но, естественно, у них нет такой силы, у них нет такого статуса к Мушея Аарона. Естественно, не могут повлиять. И все бы рухнуло, если бы не раскрылся. Всевышний, как мы видим, только против Господа не восставайте, не бойтесь народа с земли, ибо он достанется нам на съедение, ушла от них в тени, в защиту. С нами же Бог искал вся община забросать их камнями. Они, в принципе, достают народа того, что говорят, давайте их прибьем, вот. Но слава Господне явилась при шатре соборном перед всем сыном Израиля. То есть, если Всевышним лично не вмешался, это закончилось катастрофой. То есть, просто убили калево Иошуа, не знаю, что делали с Мушея Аароном, который бездействует. То есть, вмешение Всевышнего все это остановило. Лично. Таким образом, тот, кто будет везти землю Израиля и ее, то есть, то, что называют, завоевывает Иошуобину, почему еще на его? Он не упал на свою лихо. Мушея Абейну в первые попытки войти в землю Израиля и захватить ее не справился. Иошуа Минун провалил лидерство вместе с Калевым Беной Фуны. Таким образом, наказание Мушея Абейну происходит из греха Золотого Тельца. Но не из-за того, что он согрешил, а из-за того, что он не проявил лидерство. И это не совсем, это даже не грех, если я объясню, что произошло. Он не может просто провести это. Чем, кстати, есть еще одно предпочтение. У этого объяснение, чем объяснение, что их грех был, они не вошли в землю Израиля за греха Меймарева. Почему? Торо не объясняет, в чем именно согрешил Мушея Аарон во время Меймарева тем, что они усталили по скале. Что они сделали такого страшного? то есть вы не осветили меня в среде стана народа Израиля. Говорит Всевышний, поэтому в землю Израиля вы не войдете. Чудо произошло, произошло. Что они сделали такого? И действительно эти комментаторы пытаются объяснить, где именно грех. Есть шесть комментариев по этому поводу, как минимум. Как минимум шесть. Есть очень интересный комментарий как раз Ибн Эзер, который поднимает очень интересный момент, который как раз завязывает нам некоторые связи с тем, что мы говорили до этого. Ибн Эзер говорит следующее. Есть там в книге, то есть там в Амедбар, где описывается Меймарева, сейчас открою, там это глава Хукат. Глава Хукат, там есть там сказано и пришли на Израиле все общины в первом месяце постановился народ в Кедеш и умерла там Мирьям и там же была погребена и не было воды для общины. И собрались они против Мушея Аарона и спросил народ Мушея и сказал так, ой, если бы умерли, тогда мы, когда умерли братья наши перед Господом, и зачем привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашим, а для чего вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это дурное место, место, лишенное посева восьмакомнице, виноград и гранат и яблок, где воды нет для питья. И внимание, и отошел Мушея Аарон от народа ко входу шатра соборного и палена лица свои явилась им слава Господь. На это пишет Ибнезр В ЯВО Мушея Аарон блефнея Кагаль кидмут бурхим и там написано, то есть понастоятельно написано В ЯВО Мушея Аарон блефнея Кагаль и сказано и отошел Мушея Аарон от народа ко входу и подошли Аарон Мушея Аарон перед народом то есть к шатру шаборному В ЯВО не ушел, а В ЯВО что обозначает? Он пишет В ЯВО имеется ввиду кидмут бурхим они пришли выглядели в народе в глазах народа как убегающие то есть они называются то есть народ пришел с претензиями и они слились как называется уже сегодня в современном сленге ушли убежали то бишь снова если мы сравним тем что произошло там тогда в Рифидин тогда в пустыне Паран когда они послали разведчика всегда прошу прощения когда была в пустыне не в пустыне Паран не разведчиков в пустыне Редифим когда была жалоба на воду что делать Мушер Абейну когда народ жалуется что вот воды нету в самом начале их пути когда они пришли в Рифидим то есть да они пришли в Рифидим не было воды и Мушер Абейну пошел там тоже скалы воду доставать из Хурева то есть на гору Синами там очень интересный момент там описание что вы со мной спорите что вы испытываете все вышки то есть там Мушер борется с жалующимися для того чтобы вернуть назад в правильное русло перед тем как он добивается им воды здесь что он делает он закрывает рот и падает перед Всевышним Ниц и ожидает спасения от Всевышнего это не лидерство таким образом впервые нету проявления лидерства Мушера Бейну во время греха разведчика и там он получает наказание как он описывает в книге дворей там он взял наказание то есть там он предупреждает то есть говорят что он в землю израиль не войдет и ушел Бейну на его замене но через 38 лет у него есть снова возможность исправить это дело может быть даже получить возможность войти назад показать лидерство но там он тоже не справится на Мерева и поэтому то приговор который был тогда там вступает в окончательную фазу то есть действительно он не вошел за Мерева но корень этого было еще тогда тогда был приговор он мог быть не реализован но он в Мерева подтвердился поэтому он вошел в окончательную стадию и уже отвертется несмотря на то что Всевышний Мушер Абену пытался отговорить то есть да вошло наказание в Мерева но оно появилось в грехах разведчика и это кстати это указательство этом выходит из того что сказано в Медраше Медраше смешно которые говорят что Мушер Абену действительно не согрешил он не согрешил не во время греха разведчиков не во время Мемерева греха не было ни там ни здесь он не сделал никакого греховного действия поэтому ему не полагается наказание то что ему было сказано что он не войдет в землю Израиля это не из-за греха а из-за то что называется как это называется кешельман гигутинь лидерская неудача то есть как лидер он не может быть то есть на Мушше не сказано что он не войдет в землю Израиля ему сказано что он не будет лидером народа Израиля для того чтобы во время их завоевания земли Израиля в этом весь смысл теперь таким образом он должен уйти со сцены как сказано одно царство не приказается другого царства даже волосин то бишь чтобы Йошо Бенун занял его место чтобы Йошо Бенун смог водить и Мушше Рабейн ушел он должен умереть он должен не войти в землю Израиля то есть пришло это время это то что говорит Медраж Медраж говорит так Медраж творим рабом Амар Лефанат сказал Мушше перед Всевышним Ребуношула владыка мира возьмет Йошо и как мое царство а я буду жить то есть я войду в землю Израиля то есть он возьмет мое царство а я войду сказал ему Всевышний сделай ему так как он делает тебе сразу поднялся Мушше Рабейн и пошел в дом Йошо Бенуна и так далее и вышли вместе и Мушше шел слева от Йошо это показатель того что Йошо теперь лидер а Мушше нет в этот месте в этот момент закричал Мушше и сказал 100 смертей лучше чем одна зависть он должен ты сказал все очень хорошо нет проблем по идее что делал Йошо Йошо всегда ходил с левой стороны от тебя ты справа потому что ты лидер а он нет теперь сделал наоборот он сделал сказал что не не дай бог я этому начну завидовать лучше уметь то есть Мушше предпочел смерть для того чтобы не дай бог не завидовать своего мученику лучше 100 смертей чем одна зависть то есть так говорит Медраж то есть в принципе одна из вещей которые не только зависть нужно углубиться и понять не может два лидера особенно когда величайший лидер был здесь и он остается в живых а рядом с ним становится другой лидер молодой более которого ученик это невозможно этому лидеру новому будет просто очень плохо во-первых народ будет бегать постоянно к старым и то есть старый должен очень сильно справляться с собой для того чтобы справляться к новому это неимоверная работа над собой во-вторых самому новому лидеру будет неприятно и неудобно перед своим учителем то есть да что я вот как бы поэтому кстати это одна из вещей почему Киратарбе раб Довли Ор он был рабином Хеврон Киратарбе и ушел на пенсию решил что он все и он уехал с Киратарбе жить в Иерусалиме почему для того чтобы выбрали нового и чтобы он ни в коем случае не жил под его тени потому что это очень плохо Муше Рабейну теряет лидерство из-за ошибки лидерства из-за несправления с лидерством то что произошло в грехе разведчиков и подтвердилось в Мэймариван то есть в том ударе по скале из-за того что то есть не было действия никакого и он лишается водительства потому что подходит другой человек чтобы сделать захват земли Израиля но если он уже увлечается он становится скажем так уходит на пенсию если уходит на пенсию ради самого Муше и ради Ишов Беннуна он должен закончить эту землю и по этой причине он уходит он не может войти в землю Израиля и он уходит на тот свет то есть это то что произошло и так это связано то я думаю что вам было интересно вот такая вот вещь получается это такой вот еще одно аспект как можно это все увидеть это я слышал от моего учителя Рамедана у меня вообще оригинальная идея и очень крутое такое вот объяснение мне очень нравится то на этом все кто-то слышал записи всего хорошего до новых встреч увидимся до новых встреч Продолжение следует...